Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о тех книгах, которые сделали мое лето. Либо мне очень понравились этим летом, либо я их купила этим летом. В общем, начнём по порядку. Первая книга — это Scrum. Революционный метод управления проектом Джепа Сазерленда. Эта книга попала ко мне, по сути, случайно. Я её специально не выбирала, но очень счастлива, что я её прочитала. Потому что она нужна, мне кажется, всем и каждому. Всё потому, что в ней рассказывается о том, что наша любимая система, такая каскадная, когда мы строим огромные планы, всё прописываем, красивенько это всё оформляем, когда они сталкиваются с реальностью, это всё рушится, вы не успеваете, вы не можете управлять этим процессом. А именно вот эта система Scrum построена так, что, во-первых, вы работаете короткими спринтами, то есть каким-то ограниченным количеством времени, то есть там неделя, две или три недели, даже до четырёх, по-моему, можно. И тогда каждый раз оценивайте свою работу, то есть при каждом вот этом спринте вы должны выдать уже готовый продукт. Возможно, конечно, это не конечный результат, но уже работоспособный продукт, будь то программа, проект, рисунок, всё что угодно, чтобы он уже был, чтобы можно было уже показать, оценить, понять, куда двигаться дальше, потому что каскадная система плоха тем, что вы делаете, 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 в конце вроде бы вы доделали, но понимаете, что это вообще не то, что вы хотели, вообще не то, что вы планировали. А система Scrum помогает сразу на этапе разработки, на этапе изготовления, ну, у кого как, понять, что это такое, что у вас за продукт, возможно, вам уже можно остановиться, возможно, вам нужно что-то добавить, переделать и так далее. Дальше книга, которую я очень советую всем и каждому, но особенно тем, кто учится или собирается учиться и так далее. Это книга «Запомнить всё». У неё три автора. Питер Браун, Генри Рдигер, Марк Макдэниел. Здесь, насколько я знаю, один писатель, два учёных её писали, эту книгу. Она произведёт революцию в вашей голове, потому что она полностью меняет ваше представление о том, как нужно учиться. То есть она подрывает, по сути, основной принцип нашего обучения, которому нас учили очень-очень много лет, и научно обосновывает, почему от этого стоит отказаться и чем это можно заменить. Самое главное, что они всё рассказывают, доказывают, показывают на примерах, потому что наше любимое бесконечное повторение, пассивное перечитывание, перелистывание конспектов, на самом деле съедают кучу времени, но не приносят ничего. Они советуют его заменить припоминанием. Видео об этом у меня уже было, ссылку оставлю внизу. И в дополнение к предыдущей книге очень хорошо идёт книга Марка Тигерилаара «Как читать, запоминать и никогда не забывать». Эта книга менее научная, более практичная. В ней, насколько я помню, сейчас, 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 простите, восемь принципов о том, как правильно усваивать информацию. Потому что автор говорит о том, что в наше время очень большой поток информации на каждого человека. То есть поток писем, новостей, каких-то рассылок и так далее, очень-очень большой. И человек зачастую не может с этим справиться. Потому что нынешний поток информации равняется 184 газетам в день. То есть вряд ли кто-то из нас читает хотя бы одну газету в день от и до. Это «Укращение амигдалы» Джона Ардена. И эта книга хороша тем, что она очень хорошо и очень подробно рассказывает о физиологических процессах, которые происходят в нашем мозге. То есть о гормональном таком вот фоне, какие гормоны выделяются, зачем, как и почему, как управлять этими процессами, как включать те или иные зоны мозга, как этим пользоваться. То есть да, там немножко сложноватый язык, но если вы разберётесь, вам откроется целый огромный мир, как помогать себе каждый день, как перенастраивать себя, как себе и своему мозгу помогать учиться, работать, меняться и так далее. На этом всё. Больше интересной информации читайте по ссылке в инфобоксе. На некоторые из этих книг уже есть отзывы в моём блоге. Читайте, ставьте лайк, если вам понравилось. Увидимся совсем скоро. Пока-пока!